Тем временем в Арысе продолжаются восстановительные работы. В свое жилье вернулись больше 6,5 тысяч семей. Сейчас в городе с рабочей поездкой находится премьер-министр Аскар Мамин. Он проэспектировал ход строительных работ и провел рабочее совещание. Подробности в сюжете Рауля Габитова. В результате взрыва в Арысе пострадали больше 7 тысяч зданий, в том числе 36 детских садов и 17 школ. Новый учебный год уже на носу, поэтому строители круглосуточно работают, чтобы успеть восстановить учебные заведения в срок. К примеру, это одна из центральных школ города. Ремонт здесь практически завершился. Снеград попадал, вот наш вот спортплошадку, там загорели, и волна сильно повредила школу, почти 100%. Обделочная работа идет сейчас. Около 100 человек каждый день работают. Теперь вот благоустройство и спортплошадка в данное время работают. Мы уверены, что закончится работа, вот это все. Школа будет к первому сентябрю готова. Сейчас строители приводят в порядок 972 дома и 66 социальных объектов. Оскар Мамин поручил завершить работу до 20 августа. В указанные сроки жителям Арыси должна быть выплачена и единовременная компенсация. Для социальных выплат зарегистрировано 55 865 документов. Все эти граждане утверждены Министерством внутренних дел. Сейчас мы работаем над открытием банковских счетов для совершеннолетних жителей. Выплаты начнут поступать с 5 августа. Особая миссия возложена на Министерство обороны. До 20 августа военные должны вынести оружие со складов и проработать жилищные вопросы 58 гражданских семей, проживающих в военном городке. Также Оскар Мамин отметил необходимость обеспечения стабильной жизнедеятельности в Арысе. За короткое время в Арысе проведена масштабная работа. Сейчас 90% пострадавших объектов восстановлено. Отремонтированы больше 6,5 тысяч жилых зданий. Столько же семей вернулись в свои дома. В порядок приведены улицы и инженерные коммуникации. 62 социальных объекта, а именно школы, больницы и спортивные площадки, будут полностью восстановлены до 20 августа. Также Оскар Мамин побывал в Туркестане. Он посетил около 20 объектов. Отметим, что до конца года в Туркестане намерены достроить медиа-центр, здание областного акимата и музыкальную школу. Всего в эксплуатацию планируют создать 11 объектов. Рауль Габидов, Самат Нагашпекула, итоги дня, Туркестанская область.